Почти половина горожан ходят в кафе и рестораны с целью отдыха. Если говорить о среднем чеке на двоих, то он составляет порядка полторы тысячи рублей. Набирают популярность и те услуги и предприятия общественного питания, которые облегчают повседневную жизнь, то есть покупка готовых блюд и их заказ с доставкой на дом. По крайней мере, об этом пишет в ЦИОМ. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» и в студии Александр Векер. Так что же сегодня из себя представляет московский общий ПИД? Кто основные игроки на рынке? Сегодня у нас в гостях руководитель тренинга и консалтинга «Хурма Менеджмент Групп», совладелец нескольких кафе и ресторанов Георгий Карпенко. Здравствуйте, Георгий. Добрый день. Гендиректор WB Coffee & Tea Анна Цфасман. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, и к нам еще должна присоединиться хозяйка трех чайно-кофейных бутиков и кофейни бутика на Патриарших Елена Иванова. Она немного запаздывает, но я думаю, сейчас она подъедет. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору, если у вас есть вопросы или претензии к московским кафе и ресторанам. Как вас обслуживают? Вам нравится или нет? По телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». «Парадокс». Сначала давайте попытаемся разобраться, что из себя сегодня представляет московский рынок общепита, Георгий. Такой достаточно. Не просто очень широкий вопрос вы мне задали. Ну, хороший рынок, плохой рынок, недоразвитый рынок. Какой он сегодня? Ну, смотря с чем сравнивать. На самом деле рынок растет, рынок развивается за последние лет пять, может быть, уже появилось очень много интересных разных мест. Раньше рынок был однообразный, было несколько больших игроков, все было понятно, открыл снова ресторан, открыл его там ресторатор по имени Токем-то, приходишь к нему, получаешь одно и то же. Собственно, картинка разная, наполнение одинаковое. А сейчас вы считаете, что рынок разнообразен? Очень много появляется разных ребят, которые не привязаны ни к чему, у них нет такой определенной какой-то зашоренности, они делают, ошибаются, но при этом есть какие-то там свое какое-то лицо у ресторанов появляется, у кафе. Ну, давайте разделим рынок. Есть кафе, есть сетевики, есть рестораны с именем, да, владельцы, допустим. Есть фастфуд. Вот сегодня этот рынок, он удовлетворяет спрос, скажем так. Ну, то есть есть куда пойти или нет? Да. Анна, поддерживайте. Ну, вы знаете, мы просто работаем в такой нише, когда мы спрос формируем сами. Это уникально для рынка. Да, нам, например, важно, чтобы потребитель был осознанно к нам приходил. Понятно, что иногда он может забрести случайно. Я хочу сказать, что я неосознанно иногда хожу в ресторан или кафе. Все равно я осознанно хожу туда. Нет, вы же туда ходите не ради продукта, не ради там качества или еще чего-то. Вы чаще всего ходите, когда у вас есть... Вы по делу шли мимо, вам надо с кем-то пересечься, вам удобна какая-то станция метро по какой-то причине. Или просто поесть. Вот, просто поесть. Вот когда вы идете просто поесть, хотелось бы, чтобы вы свой выбор делали осознанно. Не в пользу, например, где стоит 50 рублей, неважно что. Осознанно именно по отношению к этому заведению вы имеете в виду? Да, конечно. А не к продукту, который он предлагает. И к продукту в том числе. То есть я бы в первую очередь обращала внимание на то, что подается. В вторую очередь на то, как и кем подается. В третью очередь уже на красивые вывески или удобный стул. Дело в том, что я неспроста задаю этот вопрос. Известно, что кризис, о котором так много говорили, он не закончился, он продолжается. А вот этот рынок, рынок общепита московского, он выдержал кризис? Как вы считаете, Юрий? Ну, есть рестораны, которые закрылись, есть рестораны, которые открылись в этот момент. Мы там в тот же самое первое заведение куклы-пистолеты открыли в восьмом году, когда, собственно, кризис только начался. Но мне кажется, те ребята, которые делают какие-то понятные форматы, и когда понятно, ты зачем туда пришел, понятно, что здесь вкусно, то там будут люди. То есть это даже не обсуждается. А если открылись, вот как Анна говорит, для того, чтобы посидеть на красивом стуле, ну, такие заведения, соответственно, постепенно стали уходить, потому что люди начали думать, куда им тратить деньги. Потому что если раньше мы не думали, ну, не то, что мы не думали, определенная категория людей приходила, потому что вот здесь красивый интерьер. Ну, это, кстати, немаловажно. Ну, для чего немаловажно? Если вы самоначал... Сидеть, по крайней мере, бесплатный Wi-Fi, можно попить чашку кофе и провести как-то время. Особенно в такую погоду, как сейчас. Я думаю, что вы сделали уже кассу месячную, как минимум. Нет? Ну, если рядом с этим заведением, в котором, который ничем не отличается, кроме как красивым стулом откроется любой другой, в котором там вкусный кофе, допустим, да, вы какой выберете? Или там будет понятна какая-то вкусная еда за понятные деньги, и вы понимаете, за что вы платите. И все, собственно, сразу же выбор очевиден, вы начинаете ходить в другое заведение. Ну, Анна, говорят, что сетевики, ну, они лучше удерживают рынок, чем какие-то небольшие заведения, представляющие там одно-два кафе или один ресторан. А кто говорит? Ну, эксперты говорят. У этих экспертов есть имя-фамилия или это абстракция? Я объясню, почему я спрашиваю. Дело в том, что, мне кажется, это совершеннейшая иллюзия. Когда у сети нет четкого позиционирования, то, чем действительно эта сеть очень сильно отличается. Сеть никого не удерживает. Наоборот, она всю свою аудиторию размазывает на новые и новые заведения. Очень часто заведения, которые были открыты, например, по первости, они очень сильно теряют, и многие заведения закрываются, потому что люди, которые раньше ехали куда-то специально, например, когда сеть была маленькая и интересная еще, у них открылось что-то рядом с домом, они уже не едут специально. Поэтому это палка о двух концах, во-первых. Во-вторых, в любой сети с ростом количества точек резко падает и обслуживание качества. Ничего вы с этим сделать не можете. Это Россия, и на самом деле не только в России, я уверена, потому что лучший сервис и лучшее качество получат тогда, когда хозяин на месте. Тот, который кровно заинтересован в том, чтобы все было хорошо. Вот интересная статистика, которая мне попалась. В общероссийском объеме рынка общественного питания доля Москвы в 2011 году составляла порядка 15%. А если рассматривать долю Москвы в общем объеме российского рынка общественного питания в динамике, то можно наблюдать тренд к понижению показателя. То есть с 2006 по 2011 годы она упала на 4% пункта. Вы это почувствовали? Я вот и не верила еще. Вы уже запутались, да? Да, да. То есть на самом деле не все так хорошо. Очень сложно сказать. Очень интересная статистика. Не могу, вот даже сложно прокомментировать сейчас как-то это. К нам присоединяется еще и Елена Иванова, хозяйка трех чайно-кофейных бутиков и кофейни-бутика на Патриаршах. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Ну, мы тут затронули в общем состояние рынка в самом начале нашей программы. Вот как бы вы оценили состояние рынка общественного питания в Москве? Ну, наверняка, хорошее. Хорошее, то есть мы растем? Конечно. И по качеству, и по цене тоже? Я бы, наверное, сказала, что по качеству мы однозначно растем, а по цене мы пытаемся сделать так, чтобы все-таки этот рынок был доступен как можно большему количеству людей. Ну, вот мы статистику сейчас стали разбирать, по крайней мере, я предложил нашим гостям, и они очень сильно удивлены. А вы считаете, что вот падение, которое сейчас в общем объеме России, Москва представляет, около четырехпроцентных пункта мы теряем, это действительно так или нет? Я думаю, даже больше. Даже больше? А почему? Ну, я думаю, что... Кризис? И кризис тоже. Ну, а что не хватает сегодня рынку? Нет инвестиций, нет интереса? Нет инвестиций, нет интереса, нету правильной экономической позиции и политики для бизнесменов, для того, чтобы они могли делать более правильные и более бюджетные проекты. Ну, вот о качестве, о том, с какими проблемами сталкивается общественное питание в Москве, мы поговорим буквально через несколько минут. Сегодня мы говорим о проблемах общественного питания в Москве, да и не только. Пытаемся понять, с какими вопросами, с какими проблемами сталкивается именно этот сектор экономики. Мы приглашаем вас, уважаемые слушатели, принять активное участие в обсуждении этой темы, потому что тема насущная для нас, она актуальная, и мы бы хотели понять, вы удовлетворены тем предложением, которое сейчас существует в нашем городе или нет. 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Сегодня у нас в гостях, напомню, руководитель тренинга и консалтинга «Хурма Менеджмент Групп», совладелец в нескольких кафе и ресторанах Георгий Карпенко, гендиректор WB Coffee & Tea Анац Фасман и хозяйка трехчайных кофейных бутиков и кофейной бутики на патриарших Елена Иванова. У нас есть первый звонок. Я вам предлагаю, господа, выслушать нашего слушателя. Зоя Яковлевна нам звонит. Здравствуйте, Зоя Яковлевна. Все правильно. Добрый день. Здравствуйте. Будьте любезны, можно коротко прокомментировать. До новостей вы сказали, ну, почему так плохо уменьшилась доля московского общепита в общероссийском. Правильно, да, я трактую ваши слова? А давайте с другой стороны посмотрим на ситуацию. Может быть, все не так плохо, может быть, в России стали больше посещать точки общепита. Зоя Яковлевна, вы угадали. Мы вот как раз во время новостей это и обсуждали очень бурно. Да, ну вот. Просто еще тогда совсем коротко. Я приехала к сыну из далекого региона, из Дальнего Востока. И, честно говоря, он старался меня тут побаловать этими ресторанами кафе. И я вам скажу откровенно, не во всяких даже престижных ресторанах мне показалось вкусно. И, если честно, как-то меня немножко волнует, как они закупают продукты. Может быть, вы об этом немножко расскажете? Я об этом, о качестве обязательно. Спасибо за звонок Зоя. Ну и если коротко, вот просто хочу еще сказать, что раньше, конечно, в провинции, вы понимаете, намного меньше было у людей денег, и они так не посещали точки общепита, как сейчас. И потом начинается конкуренция. Молодые люди там тоже открываются. Спасибо, Зоя Яковлевна. Спасибо за звонок. 65 10 99 6, код города 495. Ну, в принципе, Зоя Яковлевна поддержала наш с вами разговор, который слушатели не слышали во время новостей, да? И угадали тему и продвижение этой темы дальше в программе. Георгий, вы хотели сказать что-то по этому поводу? Ну, вот как раз в перерыве мы говорили о том, что, скорее всего, тут в статистике немножко не отражено то, что вся страна, рынок вырос. Я вот привел пример, что я очень часто бываю, допустим, в Екатеринбурге, и за последние там три года открылась куча хороших заведений, и там действительно культура посещения ресторанов, вот она там растет, она только что появилась, то есть еще там пять лет назад люди так не ходили там в общепит, как сейчас, да? И поэтому за счет того, что вся страна выросла, да, может быть, и Москва упала. И Анна здесь еще нас поддержала и сказала меня, то, что меня поддержала и сказала, что... Анна, подхватывайте, что вы сказали? Я говорила о том, что доля Москвы, что доля Москвы в общем могла упасть, но глобально я повторю свою мысль, что проекты, которые существуют под руководством конкретных людей, которые действительно бывают всегда на месте, чувствуют себя прекрасно. Не знаю, сколько у вас можно приводить в эфире имена, но поскольку мы говорим про Москву, есть тот же Williams или как есть, или честная кухня, и еще можно на самом деле массу приводить примеров не сетевых проектов, которые чувствуют себя хорошо, но есть и сетевые проекты, которые делают упор на качество и стараются работать правильно, и у них тоже все хорошо, например, кофемания. То есть есть проекты, вне зависимости от того, в какой нише они выбирают, которые, если они правильно, грамотно ведут бизнес и все-таки основывают то, что они делают на качестве, а не там купил кое-как, быстрее, подешевле, поставил цену, как у всех, и стул красивый, и все, и продаю. Вот в этом случае все выживают. С таким мнением? Да. Да, абсолютно. То есть вы поддерживаете? Я поддерживаю, потому что я тот пример, когда я вынуждена немножко отчасти забросить свою основную работу, первую работу, и я сижу и не выхожу из кафе. Ну это самое главное условие, да? Да. Успеха. Почему россияне все-таки не ходят массово в кафе или рестораны? То есть по статистике москвичей около 60 процентов. Это массово, это нормально, Георгий? Ну можно взять же разные города. То есть почему вот москвичи, допустим, ходят куда-то на обед, да? Потому что возьмем, уехали куда-нибудь в город, там, Иркутск. То есть если я там офисник, и я хочу пойти куда-нибудь пообедать, в данный момент у меня перерыв на работе. Я сажусь в машину 15 минут, ну максимум 15 минут из любой точки города, до дома, я кушаю тещины пельмени, нормально поел, вернулся, не трачу на это деньги, да? Ну это действительно так, да? То есть, а в Москве ты за 15 минут никуда не доедешь, максимум пешочком до метро дойдешь, развернешься и пойдешь опять работать. Поэтому люди начинают уже, они вынуждены искать где-то место питания во время, во время, собственно, дня, да, своего. То же самое вечером. То есть есть выбор, или я поехал домой, буду 2 часа сейчас в пробке ехать, да, или я сейчас где-нибудь поужинаю, нормально пробки рассосутся, и я поеду там дальше уже. Можно ли говорить о том, что основными клиентами сегодня в Москве является вот этот офисный планктон? Все, больше нет. То есть обычные семьи редко ходят вместе, только может быть по субботам, воскресеньям в рестораны? Ну опять же таки, это разные причины посещения. То есть есть люди, когда идут просто поесть, есть люди, когда там семейный ужин, романтическая встреча и так далее. Их же куча, каждый для нас там в любой момент, да, как Анна до этого говорила, когда идет куда-то, у него есть свои пожелания, почему я сюда иду, и какая у мне сегодня причина. То есть если мы говорим про просто поесть, да, может быть в течение недели действительно там людей, которые там работают в офисах, их большинство. Но Зоя Яковлевна у нас просила побольше поговорить о качестве, о продуктах, да, которые сегодня представлены в общепите московском. Один из иностранных рестораторов, очень известный, совсем недавно с критикой обрушился на московский общепит, сказал, что нас травят фактически. Вы с этим согласны, Анна? Отчасти да, потому что действительно, как только ты замахиваешься на ресторан и пробуешь найти для своего меню, да, ту же рыбу, мясо и так далее, то есть ты не можешь концентрироваться на одном продукте, в чем у меня сейчас есть преимущество, и меня совершенно не беспокоит, да, где взять цыплят или гусей, которые бы по вкусу, не только по качеству выращены правильно меня удовлетворяли, но еще и по вкусу, вот. Рестораторы сталкиваются, шеф-повары сталкиваются с гигантской проблемой, это очень тяжело, потому что если ты взял планку определенную, да, дальше надо ее держать, и говорить о стабильности качества круглый год вообще не приходится, да, но на самом деле эта проблема есть во всем мире, мало кому так повезло с климатом, как в Калифорнии, да, где, наверное, можно этого добиться, но даже если... Но в Италии тоже неплохо. Если базировать, но все равно сезонность будет, вы не сможете круглый год подавать помидоры, правда же? Согласитесь сейчас со мной, пожалуйста. В Испании, да, и в Испании. Почему нет? Хорошо. Но тем не менее, да, то есть у вас есть сезонность, и поэтому очень многие рестораторы, известные в мире, они, конечно, соблюдают принципы сезонности. Другое дело, что если мы будем соблюдать принципы сезонности даже в Московской области, там и близлежащих областей, будет очень бедна кухня ресторанов, да, и нашим шеф-поварам приходится либо выдумывать, либо идти на компромиссы с совестью, с качеством, со всем остальным и покупать что-то там замороженное, что-то еще какое-то, да, маскировать это какими-то соусами довольно, такими пробивными, ну, то есть которые покрывают собой все недостатки исходного продукта и так далее. Даже лукосомнительными, да. Ну, не то что, да нет, вы, конечно, не отравитесь, вы поймите правильно, просто тем самым мы позволяем таким известным поварам, как Гордон Рамси, обрушиться на нас с критикой. Я вспоминал, как же я его зовут? Он прекрасен, мой любимый вообще повар, я его обожаю. Вот к нам дозвонился Гарик, давайте его послушаем. Гарик, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я так понимаю, что вы считаете, что на московском рынке ничего нет интересного, да? Ну, я бы хотел сказать так, что, во-первых, прокомментировать тот факт, вот то, что вы говорили, что у Москвы динамика падает по сравнению с Россией, я думаю, что это связано с тем, что в Москве вот первая волна, вот этот вот рост вообще-то, она прошла, и людям уже неинтересно это, им теперь начинают нравиться больше, ну, другие вещи, когда тебе предоставляют какое-то качество или какой-то интересный сервис. Экзотика. А в Москве как-то этого нет, ну, нет, ну, не экзотика, на самом деле просто нравится, когда все как-то аккуратно, и это проявляется во всем, не только, что будут красивые стулья, как сказали, а во всем, то есть сервис от начала до конца, он будет какой-то такой, ну, вот, настроенный на клиента. А в Москве, если брать большую сеть, то, что ты можешь везде, как бы, встретить, допустим, какие-нибудь твои любимые суши или твои любимые, там, я не знаю, эль патио, что-то в этом духе, то, что ты можешь найти, в принципе, везде, а не какие-то там инди-кафешки, которые есть только в центре, то там, как бы, все не очень хорошо. Но вы часто ходите в рестораны, кафе в Москве? Да, я достаточно часто хожу, но... Средний чек какой у вас? Ну, смотря зачем пойти, если пойти посидеть, просто посидеть, то есть выпить что-нибудь и там полазить в интернете, то, может быть, там рублей 500 будет. Понятно. А если что-нибудь здесь поесть, то, наверное, уже там можно на тысячу. Но у вас есть любимые места в Москве у вас есть? Ну, я бы сказал, что да. Понятно. Спасибо. Да, я просто хотел спросить один вопрос, чтобы вы ответили на него. Вот с чем это связано? Почему в центре, если ты идешь и находишь какую-нибудь там независимую кафешку, где хозяин прям сидит над душой, то там будет, в принципе, все интересно, все классно и на уровне, а если это уже разросшаяся сеть, которая у тебя есть у дома там или где-то еще, и где-то можешь тебя найти, то там будет как-то, ну, не очень. Там, может быть, и отслуживание подкачать и так далее, и так далее. Спасибо, Гарик. Спасибо. 65 10 99 6, код города 495, звоните нам. Елена, как вы ответили бы Гарику? Почему так происходит? Ну, наверное, человеческий фактор. Это единственный ответ? Ну, потому что у тех, кто работает, должна быть какая-то заинтересованность и энтузиазм. На сегодняшний день я столкнулась с тем, я, наверное, буду пессимистом среди всех сидящих, я столкнулась с тем, что энтузиазма очень мало осталось, и человеческий фактор, к сожалению, очень часто работает в минус. Если хозяин на месте, то, а, его боятся, б, он сам какие-то грехи старается исправить, он следит и так далее, и так далее. Наверное, в этом не знаю. Анна, а вы что думаете? Я отчасти только могу с этим согласиться. Безусловно, очень тяжело привлечь, на самом деле, серьезных и приятных ребят работать в сетевом проекте. А особенно, если у сетевого проекта очень размазанное лицо, чаще всего так бывает. Я вот уверена, что у вас, Георгий, никаких проблем нет с этим. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, не должно быть у вас лицо очень понятное, и вы такие веселые, да? Или, например, вот у нас. У нас нет вообще проблем с тем, чтобы найти правильных ребят. Ну, мы продолжим об этом говорить буквально через несколько минут. Московский общепит. Какой он хороший, плохой? Звоните нам 6510996, код города 495, либо пишите на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Напомню, что сегодня мы беседуем с руководителем тренинга и консалтинга «Хурма Менеджмент Групп», совладельцем нескольких кафе и ресторанов Георгием Карпенко и гендиректором «Дабл Би Кофи энд Ти» Аннис Фасман. И у нас также в гостях хозяйка трех чайно-кофейных бутиков и кофейн-бутика на Патриарших Елена Иванова. Господа, мы затронули интересный вопрос. Это качество продукции, которое представлено в московском общепите. Но есть еще несколько вопросов. Например, вопросы гигиены и санитарии. Об этом, я так понимаю, хочет спросить наш следующий слушатель Сергей. Давайте его послушаем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Вот хочу вам что сказать. Значит, у меня супруга работает в фирме, которая снабжает эти рестораны. И по долгой службе, значит, ей приходится часто бывать в ресторанах, но не с парадного крыльца, а именно с заднего. На кухнях, в подсобках. И то, что она мне рассказывает, приводит меня просто в ужас. И вы перестали ходить в рестораны и кафе? Я уже 15 лет, как не посещал ни одного ресторана, ни одного кафе, ни одной столовой. Вот это минус, когда супруга работает в этой сфере, понимаете? Лучше об этом не знать. Получать удовольствие от жизни. Ходить в кафе, рестораны и не знать об этом. А может быть лучше все-таки там наводить порядок? Вот. В чем ваш вопрос? Есть ли порядок? У меня такая информация для вашего... Я понял, информация для размышления. Спасибо, спасибо за звонок. 65 10 99 6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Итак, порядок в московском общепите есть или нет, Анна? Смотря где. Мне кажется, все зависит... Давайте не с парадного входа. Давайте я вам скажу. Я заходила не с парадного входа в разные заведения моих знакомых. Я, правда, мало была, наверное, в заведении, где я никого не знаю. Я могу сказать, что, во-первых, все мои друзья, знакомые, родители, родственники, все ходят к нам. Я не боюсь их, например, звать к нам, потому что я знаю, что у нас порядок. И это вопрос личной ответственности владельца или управляющего. То есть если человек безответственный сам по себе, и он не понимает свою, на самом деле, социальную роль в обществе, что тот продукт, который он делает, должен соответствовать нормам, причем чем выше нормы, тем больше ему, на самом деле, уважения, может быть, которое не проявляется сразу в материальных благах или там еще в чем-то, но, по крайней мере, он делает то, во что верит, он меняет общепит в лучшую сторону, он старается, насколько это возможно на данный момент, делать максимум из того. То есть если он может найти еще лучше, он дает еще лучше. И, естественно, у таких проектов все с гигиеной будет нормально. Конечно, когда... Но большинство проектов, которые представлены на московском рынке, они в нормальном состоянии? Я не знаю, но как я могу сказать? Вы сказали, что вы все это знаете. Нет, я говорю, к своим знакомым, куда я заходила, да, там было все, на мой взгляд, нормально, но я не являюсь инспектором там, санэпидемиологии службы, чтобы взять смывая палочка и так далее. Ну вы же не сталкиваетесь, вы знаете там, какие истребования. То есть никаких ужасов, если честно, вот таких, да, например, которым можно пугать детей, да, по ночам, чтобы они не кушали пирожки на улице. Ну тут же пугаются взрослые. Да, то есть я никаких вот таких совсем глобальных ужасов не замечала, честно. Да, бывает действительно, что повара там не все работают в главных уборах, там, да, или... Но это вопрос того, что, ну, два раза найдется волос, да, где-нибудь, и вернут блюда, ну и все, собственно. Давайте послушаем Вадима, который к нам тоже дозвонился. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз вот по поводу качества и по поводу чистоты. На мой взгляд, все достаточно просто. Люди, которые работают не в сетевых, ну, заведениях общепита, да, они работают в том числе и за идею. В сетевых, как правило, люди работают за зарплату. От этого, в общем-то, я так понимаю, все беды. И по качеству, и по обслуживанию, и по качеству приготовления пищи, и по качеству обслуживания. Вот такое мое мнение. Спасибо, Вадим. 65, 10, 99, 6, код города 495. Елена, вы согласны с этим мнением? Да. Отчасти, да. А что значит отчасти? Почему? Ну, потому что это имеет место быть. Есть еще какие-то сопутствующие моменты, которые либо мешают, либо помогают работать. Но эта идея, да, имеет место быть. Давайте послушаем еще Константина. Константин, здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос совсем из другой немного области. Скажите, пожалуйста, не совсем понятно. Когда едешь по Европе, там, где-то еще, чашка кофе стоит там, ну, максимум 3 евро. У нас с этих цен все начинается. Объясните, откуда это берется? Вот, может быть, если снизить цену на чашку кофе, она как-то и наполняемость кафе увеличит. Спасибо вам, Константин, не только за звонок, но и за то, что вы перевели наш разговор. Самый интересный сегмент нашей программы – это ценовая политика. 651099,6, код города 495. Итак, цены. Чашка кофе в Москве. Средний чек около 200 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Поскольку я часто пью кофе в различных заведениях, у меня нет предпочтений. Но именно цена за чашку кофе меня поражает. Почему? Из чего складывается? Почему кофе стоит 200-250 рублей? Даже когда идут скидки, ну, очень странная ценовая политика. Анна, вы же специализируетесь в этой сфере. Ой, пожалуйста, я об этом могу говорить часами. Часами не надо. Ну, вот уложитесь в пять минут, пожалуйста. Время пошло. В первую очередь, безусловно, это аренда. И никто из здесь сидящих со мной, я думаю, не будет спорить по этому поводу. Аренда в Москве, даже если вы арендуете небольшой клочочек в бизнес-центре, будет космической. И аренду вы должны платить каждый месяц, вне зависимости от того, январь, май или июль, не дай бог. Ох, да, страшный месяц для общепита, когда нет никого, например, в бизнес-центре. То же самое касается там центральных каких-то помещений, которые находятся на тех улицах, где ходят люди, которые могут себе что-то позволить, да, ежедневно. Более того, кофе это продукт, который действительно, у него действительно себестоимость чашки, да, вот если считать только продукт, да, она не будет высокой вне зависимости от того, покупаете вы очень хороший кофе, средний, плохой или еще какой-то разница, себестоимости отличаться максимум будет там на 10 рублей. Да, что, конечно, не принципиально совершенно. Ну, какая сейчас себестоимость чашки кофе? Она разная, еще раз вам говорю. Ну, средняя. Смотря какой кофе, да, и смотря, сейчас я вам объясню. Дело в том, что в Москве самым популярным напитком является капучино. И в стоимости напитка на самом деле не кофе влияет, да, на себестоимость так кардинально, а, конечно, молоко. Вы можете использовать молоко за 22 рубля, вы можете использовать молоко за 30 рубля, а можете за 70. И это будет разная себестоимость чашки кофе, потому что капучино чаще всего берут большой, и там порядка 200, может, даже побольше миллилитров молока. Дальше считайте сами. Да, мы, например, используем дорогое молоко, и если мы найдем лучшее молоко, нам будет все равно, сколько оно стоит. Да, то же самое с кофе. Но поскольку мы напрямую вывозим, поэтому наша себестоимость именно кофе, она, наверное, не зашкаливает. Но, тем не менее, это в любом случае не гигантские деньги. Ну, 20 рублей, да, будет там себестоимость, 25. Другое дело, что есть аренда, вот, есть зарплата ребятам. Безусловно, если у вас стоит просто кофейный автомат, где нанятый вами плохо говорящий по-русски человек нажимает на нем кнопку и отдает это в бумажный стакан, то все, что вам нужно еще посчитать, это зарплата этого несчастного, она небольшая, и бумажный стакан с крышкой, который на самом деле стоит очень существенных денег, сам стакан и крышка, да, еще вы хотите сахар, еще вам ложку, еще вам это дай. Я еще лимон прошу. Лимон, ну, вообще совсем беда, да? Это не извращение. Нет, нет, что вы. Но, тем не менее, если вы хотите работать хорошо и отдавать кофе, который соответствует стандартам, ну, мы отдаем стандартам чемпионата, то есть он должен быть приготовлен правильно. В этом случае человек, который его готовит, никак не может получать столько же, как тот, который жмет кнопочку на автомате. Более того, он не может один работать. Их должно быть минимум двое, потому что вы ждать тоже, наверное, не готовы. Вы хотите там побыстрее получить свой напиток, особенно с утра. Из всего этого складывается себестоимость, потому что я считаю совершенно некорректным платить людям, которые работают на ногах, тяжело. Это тяжелая работа, да, при этом являются профессионалами в своей области. Это больше 12 часов где-то вы стоите на ногах, да? Нет, нет, у нас смены, все-таки мы стараемся не больше восьми, вот, но у нас ребята действительно работают, то есть каждая их капучино, они стараются из него делать произведение искусства, да, то есть оно будет правильным. Поэтому вы не можете им платить мало, это некорректно по отношению к профессионалам. То есть они не просто научились кнопку нажимать, они еще умеют очень много чего делать. Очень много вопросов. Давайте Тамару еще услышаем, которая к нам дозвонит. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Да, если можно, коротко. Спасибо, да, большое спасибо за тему, очень животрепещущую, потому что много, такое большое количество населения в Москве, что, конечно же, без общепита никак не обойтись. Я просто хочу сказать о своем личном опыте. Я тоже вот как товарищ, который звонил, положил окрест на общепитие, потому что качество еды очень, ну, просто ниже всяких каких-то норм. Дело не только в том, что это невкусно. Дело в том, что приготовление старой, я не знаю, или какой-то пищи приводит к тому, что люди просто элементарно травятся или срывают желудки. Но я очень хотела бы увязать этот вопрос как раз с той темой, которую вы поняли по поводу денежной стороны этого вопроса. Очень хорошо прозвучала, правда, мельком фраза вашей гости, я, к сожалению, вот включилась, мне сразу не знаю. Ну, напомните, я скажу, кто. Ну, я думаю, да. Там прозвучала хурма, ресторан, может быть, вот это вот. Речь шла о том, что люди не понимают, те, кто организует вот эти вот точки общественного питания и рестораны и другие уровни, не понимают той социальной роли, которую они выполняют. Мне кажется, вся беда здесь именно в этом. И здесь упоминалось как раз о том, что вот чашка кофе за границей и так далее. Но там ведь не только дело в цене. Ведь если посмотреть на то настроение, с каким приходят люди туда и как они проводят там время и с каким удовольствием, ведь это можно просто обзавидоваться. У нас не сформировано, причем это касается не только системы общественного питания, у нас не сформировано вообще вот это вот отношение к нашему времяпрепровождению друг к другу. То есть и тут должна быть идеология. Да, да, да. И даже в этом бизнесе идеология должна быть. Я понял. Ты мне сегодня продаешь билет с хорошим настроением, я тебе завтра с большим удовольствием даю чашку кофе. Если мы это дело вот у себя настрой в обществе поставим, неважно будет стоить, сколько это чашка кофе, ее будут покупать. Понятно. Все вопросы отпадут. Спасибо, извините, что долг. Да, спасибо. Мы даже не думали затронуть тему идеологии в ресторанном бизнесе. 65, 10, 11, 9, 6, код города 4, 10, 95. Но если Тамара уж завела этот разговор, Георгий, вы поддерживаете, у вас вообще есть идеология в вашем бизнесе? Ну, конечно. Ну, то есть у нас изначально, когда мы придумывали у нас целая сеть, есть барная, дорогая, я перезвоню, которая называется, и мы придумывали сразу с самого начала, да, о том, что наша задача сделать так, чтобы люди ходили в бар. Ну, то есть, если есть задача выпить, чтобы люди ходили в бар, чтобы они не пили там на кухне, в подъезде, на лавочке где-нибудь, да, в детском садике, чтобы они ходили в бары, да, потому что, ну, люди во всем мире ходят в бары. В бабы, в бабы. Причем даже не зависит от уровня их достатка. Я был в одной деревне в Смоленской области. У них есть свой бар, в который они ходят и считают, что это самое клевое место. Это же прекрасно. Вот наша идеология. И люди, кто к нам приходят, всем понятно. Вот у нас есть бар. Мы не особо супер-пупер креативные делаем коктейли. Они вкусные, хорошие, качественные, но это не миксология. У нас барная атмосфера. Ходите к нам. Вот как в Европе. Есть такой бар на углу, куда люди приходят после рабочего дня, во время. Просто потому, что это мое место. Меня здесь все знают, меня здесь любят, меня узнают. Здесь хорошо, комфортно, спокойно. Ну вот, как в Европе люди делают. 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы Продокс. Сегодня мы говорим об общественном питании в Москве, да и не только о его проблемах. И о том, что вас волнует, прежде всего, когда вы заходите в кафе или ресторан. Продолжим через несколько минут. 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите на сайт финам.фм, на страничку программы Продокс. Сегодня мы говорим об общественном питании в Москве, да и не только. У нас в студии руководители тренинга и консалтинга Хурма Менеджмент Групп, совладелец нескольких кафе и ресторанов Георгий Карпенко, гендиректор WB Coffee & Tea Анна Цфасман и хозяйка трех чая на кофейный бутиков и кофейный бутик Анна Патриарша Хелена Иванова. Звонков масса. Давайте послушаем Сергея, который к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Господа, что хотел сказать первое. Я очень часто мне приходится по работе посещать и кафе, и все. Какую статистику я привел? Вот когда-то, года три назад, было очень сильно развито, так сказать, кафе с азербайджанской кухней. Меня всегда поражало, во-первых, и обилие порций, то есть объемные порции. Во-первых, постоянно свежайшие овощи. Ну, то есть люди подходили к этому грамотно и профессионально. Потом постепенно это исчезло куда-то. Сейчас их заменили в так называемые узбекские кафе. Они плодятся как не знаю кто. Нистожнейший ассортимент. Знаете, как это наша раша? Плов урюк, плов кишмис, плов это самое. Причем, учитывая то, что я выходец с Азии, я знаю цены образования на эти блюда. Цены запредельные, до ужаса, до безобразия. Ну, просто в шоке. Бог не наставил их в покое. Но еще больше меня поражают, это наше кафе с европейской кухней под такими брендами. Ну, не буду говорить сейчас. Назовите. Заходишь туда, парадокс. Откуда эта итальянская манера? Здоровенная тарелка на пол стола и две чайные ложки борща. Им что, воды жалко. Откуда это? Русский человек привык кушать, понимаете? Не привык к таким мелким портам. Сергей. Мне подают два медальона. Они ценой чуть больше пятикопеечной монеты. На мой вопрос. Они не стоят 700 рублей. Я отдам вам эти деньги, ребят. Ну, это нереально. Нельзя в ресторанном бизнесе иметь полторы тысячи процентов прибыль. Ну, люди ходить не будут просто. Ой, Сергей. Везде можно полторы тысячи иметь и две тысячи. Простите. Ну, это моя точка зрения. Ну, понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо за то, что ты звонил. Еще Евгений тоже ждет. Евгений, здравствуйте. Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые гости. Я хотел бы пообщаться вот по такому вопросу. Существует ли какая-либо, будем говорить так, не то, чтобы идеология, да, а все-таки пропаганда вот ваша. Ведь все-таки еще один момент такой. Ведь кухня, это же все-таки пласт большой культуры, именно нашей страны. Именно вот того народонаселения, где это все дело находится, да. Ну да, тут проблема в том, что русской кухни очень мало, вы имеете в виду, да? Да, да, да. Именно об этом, да, речь. У нас на сегодняшний день, на самом деле, на самом деле, всего лишь четыре вида кухни. А, это азиатская, б, европейская, кавказская и среднеазиатская. Все, и на этом все закончилось. А где, извините, русская кухня, традиционные русские блюда и так далее, и тому подобное. Спасибо, Евгений. 65, 10, 99, а 6, код города 495. А почему, господа, вы не занимаетесь русской кухней? Она неинтересная, она бедная, она непопулярная, Георгий? Ну вот тут опять же-таки возвращаясь к тому, какая причина посещения для ресторана. Очень часто, когда люди выдумывают ресторан, да, придумывают концепцию. Есть такая там, часто очень слышал такую фразу о том, что нет, мы здесь должны готовить что-то такое, что мы не можем съесть дома. Потому что вот все, что хотят, то, что люди могут сделать дома, они едят дома. А вот в ресторан это должно быть, ну вот еще с советских времен осталось, должен быть праздник, что я пошел в ресторан, а там... Да, и поэтому очень много людей, которые, когда вот делают ресторан, они делают что-то такое, считают, что нужно это делать, да, что еда должна быть какая-то сверхъестественная, которую никто никогда дома не готовит, да. А все наши русские блюда, ну, собственно, все делают их там дома, все там с какой-то точки зрения, это... У всех там в семье есть борщ в том или ином там виде, да, хотя не факт, что это... Тупчик, да. Русское блюдо, там те же самые, там какие-то пельмени, еще что-то, куча салата. Время обеда уже, вот вы мне все... Да, да, да. Я смотрел, значит, время обеда и следовы увеличиваются, понимаете? Есть же рестораны, которые занимаются русской кухней, да, которые сейчас есть, появляются заведения, которые... Там новая русская кухня, когда люди делают какие-то интересные штуки в русском стиле, из русских продуктов. Но этого мало очень на рынке, в Москве этого мало. Я вижу много украинской кухни, узбекской кухни, реально, азербайджанской, японской, извините за неправоминское слово, дофига. Вот, и зачастую это просто невкусно. Ну, расскажите, что для вас русская кухня тогда? Вот там пять блюд назовите, и попробуем, она вообще русская или не русская, вот над это начинать. Очень тяжело это отделить. Ну, я понимаю, но вот вы говорите о том, что, да, мы, когда хотим открыть ресторан или что-то новое, мы обязательно будем пытаться удивить, да, клиента. Но, тем не менее, вот я клиент, да, потенциальный, я в большей степени ориентируюсь на ту кухню и поведу туда свою семью, где именно вкусно готовят, и мне эта еда близка. То есть я и дома могу такое приготовить, но поскольку времени мало, я могу вытащить свою семью на этот променад только в субботу и воскресенье, я пойду туда, где вкусно готовят. Я нашел такой ресторан, да, я пришел, но только из-за того, что качество хорошее, это домашняя еда. Вот мой интерес. Вот вы и сами ответили на вопрос, да, о том, что зачем открывать русский ресторан. Открывайте вкусный ресторан, он может быть любой по большому счету. И мы с самого начала начинали этот разговор, да, к тому, что там, вот почему там есть большие сетевики, есть маленькие рестораны. Мне кажется, там рынок, он сам расставит все по местам. То есть если у вас вкусно, у вас будут люди, неважно, что вы делаете. Я для себя, вот я живу на метро Дубровка, такую маленькую рекламу сделаю. Буквально недавно нашел для себя ресторан армянской кухни, называется Тудук, находится в месте, в которое я никогда бы не пошел. Был случайно просто, думал, надо зайти. Вкусно. Битком местных людей прям забивается, да, все едят. Даже думать не мог, что там может быть вкусный ресторан. Просто вкусно. Национальная еда вкусно сделана. Я вам скажу больше. Я в эту субботу был в одном сетевом гипермаркете. Ну, обычно в гипермаркетах есть вот эти все ресторанчики, большие площади для фастфудов и так далее. И я обнаружил огромное количество вкусной еды. Именно вкусно приготовленной. Чем не славится именно супермаркет, да, который считает, что там может быть огромное количество клиентов, и вот эта проходимость, и все. И кто там за качеством не смотрит. А тут я столкнулся с тем, что это вкусно и недорого. То есть у нас было 5 человек, и мы поели на, по-моему, 1500 рублей с первым, со вторым. Я считаю, что это вообще недорого. И было реально вкусно. То есть это тоже зависит от того, кто это делает, из чего это делает, как это делает и где. Правильно? Ну, не могу сказать, что это прям так. Ну, да, наверное, зависит. Но сейчас же еще что появляется, да? Есть же сейчас куча молодых ребят, которые вообще нигде никогда не учились, они ездили в Европе, ели там вкусную какую-то штуку, приехали и решили это сделать, потому что это действительно вкусно, да? И вот чем, ну, грубо говоря, чем уже ниша, тем больше у нее, собственно, там, поклонников, да? Тем больше людей понимают, да, что вот это, что вот это вкусно, да? Я не знаю, как это называется, из чего это, но мне вкусно, я буду туда ходить. Да, конечно же, зачастую эти ребята, не обладающие определенным, там, образованием, они, там, могут совершать ошибки с точки зрения, там, санитарии, там, хранения, еще чего-то, да? Но я думаю, что они научатся, да? Или, там, с одной стороны, их научат, вдруг какие-то что-то случится, или они сами научатся, да, когда свою социальную ответственность поймут. Но при этом очень много таких. Сейчас же всякие городские маркеты еды, там, какие-то люди делают какие-то мясные шарики, и вот он ничего не делает, делает только мясные шарики, приходит, говорит, вот мои мясные шарики, и у него очередь, там, 25 метров. Да, это великолепные мясные шарики. Ну, и чем больше таких, мне кажется, мест будет появляться, тем проще будет нам всем. Есть проблема с продуктами в Москве, с хорошими, качественными продуктами, для того, чтобы приготовить недорогое блюдо? Елена? Я думаю, да, конечно. А где вы берете продукты? Ну, мы стараемся брать на каких-то аккредитованных, хороших компаниях, где гарантировано качество, но, соответственно, там и высока цена. То есть вы не едете в Европу за куском мяса? Конечно, нет. Это тогда будет цена вопроса. Тогда наши слушатели, они просто, ну, наверное, вообще не перестанут куда-то ходить. И не в единичном случае. Вы за кофе, вам вы вынуждены ездить. Кофе не растет, да. За кофем вы едете за рубеж. Безусловно, да. Причем в дальние зарубежья, потому что кофе вокруг экватора растет, поэтому не получается дешевых билетов или там еще чего-то. Но и мало того, что он растет, еще приходится большую работу с фермерами проделывать, учить их, следить за тем, как они собирают, обрабатывают. То есть это целый процесс, предмет, на самом деле, отдельной дискуссии. Но это адский труд, он очень дорогой. И кофе, на самом деле, очень сильно недооцененный продукт в мире, не только в России. Но он и дорожает с каждым годом. Он должен, он должен, при том, какой это чудовищный труд, это даже не сравнить с обычной фермой по выращиванию быков или там коров или еще чего-то, потому что все в горах, все вручную. Поэтому и подвержено всяким там болезням, еще чему-то, еще чему-то. И в этот год, может быть, урожай, и в следующий неурожай. Поэтому кофе, кофе должен стоить дороже, конечно. Судя по рынку кофе, я смотрю, там скорее неурожай. Наш кофе не зависит от рынка, потому что мы не на бирже покупаем. И у биржи свои законы. И биржа все-таки ориентируется на глобальные страны. Мы же работаем с конкретным фермером, поэтому и платим намного дороже, чем кофе на бирже. Да, мы намного больше платим. А почему вы тогда не переориентируетесь? На что? На те же аукционы. Нас качество не устраивает. Мы покупаем до аукционов. Все, что нам не подошло, идет на аукцион. Это правда. А, Кир, я у вас проблемы с продуктами есть? Да, конечно, есть. Ну, то есть, если взять обычный помидор, кто мне расскажет, где купить вкусный помидор вот сейчас из тех, кто в студии есть? Ну, никто не расскажет. Не знаю, в Молдавии очень вкусно. Нет, сейчас, наверное, можно. А вот если вы спросите меня в ноябре, я, наверное... Да нет, даже сейчас. Потому что куча... Даже сейчас, да. То есть тот, кто покупает продукт, должен понимать, да, какой он должен быть. А часто получается, что там ребята в ресторане им сказали, что здесь в салат должен идти помидор. Все. И там дальше палитра от пластиковых китайских заканчивая какими-то супердорогими китайскими под названием бакинские, да. Поэтому, конечно, проблемы есть с продуктами. Я вас благодарю за то, что вы к нам сегодня пришли. Тема безграничная. О еде можно говорить сколько угодно. Если даже... Зато не даже маленький аспект какой-то определенной кухни, например, украинской. О, и там можно закопаться. Спасибо вам еще раз. Я напомню, что мы сегодня беседовали с руководителем тренинга и консалтинга «Хурма Менеджмент Групп», со владельцем нескольких кафе и ресторанов Георгием Карпенко, также гендиректором WB Coffee & Tea Анна Ицфасман и хозяйкой трех чай на кофейный бутиков и кофейный бутиков на патриарше Хелиной Ивановой. Спасибо и до встречи.